Создание и продажа снаряжения Низкоуровневый пистолет Белый дракон 500 Обычное поле 3 коробки 300 Низкоуровневый кинжал 200 Этого 1000 Спасибо за покупку Твою же ж мать Чего ж так дорого Игровая валюта Юань Курс обмена К реальным деньгам Один к одному Стоимость товара Равна реальной валюте 1000 Жанминби Какая компания Может позволить себе Продавать Новое снаряжение За такие суммы Первородное царство Ты немного перебарщиваешь Подтвердить оплату К слову Мастер-оружейник Любым из освоенных Оружий Вы способны Использовать навыки И особенности Других 17 Эта способность Позволит мне Преодолеть Ограничения мощи Которые можно Использовать Лишь с подходящим оружием Компания Тайное царство Зеркальное царство В зеркальном царстве Игрок при оплате услуги Может создать Свою зеркальную копию Другие игроки Могут биться Против его копии Если игрок Победит в битве То в награду Он получит Все юани И золото запаса Зеркальной копии И дополнительный опыт При поражении Игрок отдает Все свои юани Зеркальной копии Чем больше баланс Золотого запаса Тем выше ты В турнирной сетке Турнирная сетка Зеркальных копий Для участия в битве Зеркального царства Есть два условия Первое Участник должен быть Ниже зеркальной копии На 5 уровней Второе Оплата для участия В битве Составляет 10% От золотого запаса Противника Являясь Первого уровня Бойцом с мощью Я думаю Что это Самое подходящее Место для меня Вновь проиграл Сложность зеркальных копий Слишком высока Да нет Ни уровней Ни денег Которые Так усердно Опал Лучше бы Не участвовал В этой битве Тут все Просчитано Ты не только Убираешь Но и теряешь Весь свой инвентарь Гонзы Гляди Первоуровневый Игрок пришел Он еще И с пистолетом Приперся Неужели Он не знает Что огнестрел В первородном царстве Самое Тойное оружие Я думаю Это новичок Который решил Попробовать себя В зеркальном царстве Но Он ведь Проиграет Все Что у него есть Он нам Не нужен Похоже Вот так Вы уверены Что хотите Биться Против зеркальной Копии Игрока Этот мир Так жесток К слову Я обязан Биться Чтобы Поднять Уровень В жизни Драться Конечно Очень страшно Но Этот лох Даже В игре Боится И пугни Его Немного И он Обосится Хотел бы Я видеть Это Я не хотел Играть Серьез Не только Из-за того Что времени Было мало Самой Главной Причиной Был Мой Безумный Страх Битва Мои Ноги Сильно Дрожат Уведомление Оплата За участие 100 ювань Уведомление Начинается Перемещение Просим Игроков Не покидать Зеркальное Царство Битва Битва Начнется Через 10 9 8 7 6 Этот мир Так жесток Уровень 5 Оружие Катана Снаряжение Костюм Новичка 5 4 Это Первый Раз В моей Жизни Когда Я иду Биться С кем То По своей Боле Черт 3 2 1 Битва Начинается Ваааааааааа чего я боюсь черт возьми небеса подарили мне шанс переродится вновь и чтобы я снова трясся от страха нет же мастер оружейник активация короткий клинок изменения характеристик я здесь для того чтобы покорить этот мир титул мастер оружейник способен превысить ограничения уровня вот только так а другим оружием не являющимся пистолетом увеличивается лишь наполовину игрок яшин поздравляем вас с победой над зеркальной копией этот мир так жесток вы заработали 1000 юань и 1000 очков опыта уровень повышен твою мать я ведь победила хватит уже дрожать большой зал зеркального царства мы ищем весь день но до сих пор не нашли систему битв зеркальном царстве создавал какой-то большой извращенец помимо основных участников больших гелий обычным игрокам сложно победить в зеркальном царстве да это сложно поэтому мы и ищем игроку о гляди тот первого уровня вышел он победил с трудом верится но он практически без снаряжения смог победить зеркальную копию выше его на пять уровней он нам нужен быстро запросили нынешний курс того у сада на заднем дворе да есть и привет да да ахо концы пришел ответ отлично а пока посмотрим какую зеркальную копию он выберет и потом откроем ставки я либо одарею свой страх либо подохну продолжим о гляди кого он выбрал а а а а чего не точно это показалось гонзы нет он выбрал зеркальный копию десятого уровня грома и гонзы очкись но почему именно его там сотня других десяти уровневых копий а этот парень выбрал самого сильного противника что со ставкой мы уже запросили открытие придется ставить на него только не говори никому не хочу чтобы хоть кто-то узнал о подобном делаем бабосики букмекерская контура сад на заднем дворе и шайн против грома дэн чан глядите что я нашел кто этот парень он совсем свихнулся хочет в бой сильнейший зеркальный копий десятого уровня кажется у него огнестрел белый дракон это новичок у которого и норм снаряги то нету салат сегодня дал нам возможность подзаработать вы правда так уверены что новичку не удастся одарить грома в первородном царстве игроки обновляют снарягу каждые десять уровней парень пятого уровня у которого есть только пистолет белый дракон и никакого снаряжения он не сможет и пукнуть сторону грома я уже давно поставил ставлю все что у меня есть круто я тоже в игре ты видел общий счет ставок превысил 200 косарей все поставили на победу грома и как же нам дальше жить зеркальное царство боевая арена игрок гром дэн чан уровень 10 оружие катана снаряжение настойчивый боец битва начнется через десять игрок я шайн уровень 5 оружие пистолет кинжал снаряжение новичок три два один битва начинается а а а а а а а на нем и ни единой царапины я я выбрал противника которого мне не одолеть не стоило так делать лучше бы я выбрал бойцов послабее и поднимался не так быстро но разве это не весело для того чтобы преодолеть свой страх битв я не могу надо действовать а 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 Только так, я стану сильнейшим игроком. Уведомление. Поздравляем игрока Ешайн с победой над зеркальной копией игрока Гром Дэнчан. Награда 15 768 юаней. Опыт 15 678 очков. Уведомление. Поднятие уровня. Ну, продолжим. Следующий. Уведомление. Условия. Достичь 10 уровня. Выполнена. Мощь перерождения. Достигнута возможность выбора ветки развития. Уведомление. Мощь пламени восстановления. Способность к регенерации определенного количества жизни. Соотношение регенерации. Одно очко силы познания восстанавливает 100 хп. С увеличением уровня на плюс 1. Одно очко силы познания будет восстанавливать на 10 хп больше. С поднятием 10 уровней увеличивается количество игроков, на которых можно применять способность плюс 1. Уведомление. Мощь пламени вторжения. При использовании на противнике он будет терять 25 хп в секунду. Время действия 10 секунд. Затраты. Одно очко силы познания. С увеличением уровня наносимый урон плюс 10 хп в секунду. С каждым увеличением уровня добавляется дополнительная цель. Плюс 1. Я поставил 50 кусков, так что тебе никуда не деться. Точняк. Не думайте, что если выйдете из сети, то это сойдет вам с рук. А если попытаетесь такое провернуть, то сад на заднем дворе найдет вас и в реальном мире. Ох, если мы сейчас же сдадимся и отдадим половину. Ох, нет-нет-нет. От такой легкой ставки на поражение вы не сможете отвертеться. Вы серьезно считаете, что победили? Ну как же. Или ты думаешь, что гром может проиграть? Хе-хе-хе. Берега не путай, а? Если зеркальная копия грома проиграет, то я съем кучу дерьма. Игрок Гром Дэнчан. Поражение. Аааа, чего? Аааа, мы победили, победили. Ну, так кто там говорил? Что съесть дерьмо, а? Аааа. Что за способности? Братик, пора кушать. Сегодня твои любимые грибы, шиитако. В первородном царстве есть подобные способности. Два навыка. Один лечит, другой калечит. Одно очко силы познания может за раз нанести до 50 урона, но с мощью пламени вторжения эффект от урона в секунду опускается до 25, но общий урон выходит примерно в 250 хп. Другой же, мощь пламени восстановления будет намного эффективнее, когда первородное царство захватит реальный мир. И может лучше выбрать способность регенерации для восстановления от полученных ран. Если это сработает в реальном мире, то это сильнейшая способность. Помимо этого, в зеркальном царстве я встречу еще немало опасных противников. Со способностью регенерации мне будет легче создать свою команду. Поэтому я наелся. Всего одну чашку? Мне хватит. Надо бы поскорее найти братику невесту, а то он что-то опасный в последние дни. Братан-ган! Давай половину, оставь мне хоть немного баланса. Отвали, идиот! Это деньги моей семьи! Если я их потрачу, то мне конец! Ох, ты ведь минут назад отказывался на подобную сделку. А теперь предлагаешь мне то же самое? Я лучше! Поэтому ты вернешь все деньги, которые потерял гром 10 уровня. Любыми способами! Гильдия Новый порядок. Ответственный за зеркальное царство, Дзи Гуан. Куриный чемпион. Ох, черт! Он из нового предка! Дзи, братан, это не мой человек. Я лишь открыл ставку, но я не знал, что он выберет зеркальную копию грома. Ну а сейчас больше всего выиграл ты. Конечно, тебе может удастся избежать ответственности. Но в реальном мире мы с тобой будем говорить по-другому. Ох, нет! Давай, я дам тебе все, что выиграл на этой ставке полностью! Нет! Братан, Дзи, но у меня больше ничего нет! Мне не нужны твои деньги. Я всего лишь хочу! Чтобы ты мне кое в чем помог. Ты ведь мне поможешь, а? Верно? Уведомление. Вы уверены, что хотите выбрать мощь пламени восстановления? Ха, подтвердить! Уведомление. Игрок Ешайн получил способность мощь пламени восстановления. Общая доценка боевой силы игрока показывает, что боевая сила превысила отметку 10. Активация системы боевой силы. Уведомление. Подсчет. Подсчет завершен. Игрок Ешайн. Боевая сила 15.6. Новый титул. Рядовой. Рядовой. Двойные атрибуты плюс один. Двойные атрибуты плюс один. Некоторые мои атрибуты перевалили за сотню. Получив титул рядовой, я еще в награду получил двойные атрибуты плюс один. Неважно, что мои другие характеристики достигли лишь 13 уровня. Но с новым бонусом я равен 26 уровню. С моей нынешней силой могу ли я одолеть его? Ха, да, ты мой противник. Проверю свою силу на тебе. Уведомление. Вы согласны на битву с Гром Данчан? Блэх.